Друзья мои, хочу еще раз показать вам нашего любимца, Бетховен, 14,5 лет. Сейчас, после завтрака, у них у всех тихий час. Тихий час. Рыженька. Ну, что ты ко мне пристала, да? Ну, что ты ко мне пристала? Хочу рассказать о нашем Бетховене. Поскольку уже 14 лет, как и на всех старичков, имеем очень много проблем. Вот у нас наша проблема где-то идет в голове. Здесь мы делали опухоль. В головке развивается. И поэтому немножко головочку у него тянет сюда, сюда. Сейчас весна, осень. Осень и опять начались. Мы немножко его подлечили были. А сейчас опять начались проблемы. Видите, вот его на одну сторону тянет. Он слышит и знает, что я о нем говорю. Поэтому уже начал. Я только что взяла капли. Прежде всего, сейчас хочу ему дать нейронорм даю. Он кушать, он не любит это очень, ну, скажем. Наверное, наверное, невкусный, наверное, неприятный. Я его разделила на 4 части и даю с тем, что он любит. Главное, то, что пахнет. Я ему даю с салом. Видите, бутерброд. Специально бутерброд такой вот. И он уже просит. Он знает, что им занимаются. Он уже его просит. Да, сало мы любим. Мы любим сало. Поэтому мы делаем такой бутерброд. Делаем такой бутерброд. И затем хлеб нет. Хлеб он кушать не будет. И затем мы дадим сразу следующий. Поэтому надо вначале дать кусочек сала. Опять же, кусочек салка вначале. Потом этот. А потом еще один. Вот таким образом. Да, Бетховен. Раз, молодец. Два, молодец. То, что надо, пошло. Но он съест его все равно. Он его выбрасывает. Но он уж вкусно и съедает. Выбрасывает и съедает. На. Молодчинка. Молодчинка, мальчик. Молодчинка, хороший мальчик. Молодец. Съедаем. Молодчинка. Главное, то, что надо, уже обрезал. Или когда у меня есть сосиски, я, конечно, с сосисками. Давай, давай. Давай, давай. Дадим нормальный кусочек. Лучше всего, конечно, когда у меня есть сосиска, я делаю глубокий надрез туда. И он тогда съедает. Ну, увидели, что с нейронормом ему становится легче за ловкой. Ну, и плюс ко всему у нас сейчас пойдут дальше капли в ухо. Я ему капаю полидексой ушко. Только видит, что я буду капать, уже все, уже бежит. Знает, что им занимаются. И глазки у нас, тауфон. Так, идем капаем. Ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, Бетховен. Ну, его оторвать нельзя, он же должен это съесть. Ко мне. Ко мне, ко мне. Главное, то, что надо, он съел. Обрезал. Все, ко мне. Так. Ушки, 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 ушки. Ушки на макушке. Ушки на макушке. Давай, давай, давай. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Ушки и глазки. Обычно он, когда видит, я только подхожу к холодильнику, достаю его капли. сразу бежит. Хоть не любит капать. Не любит ни глаза, ни уши. Но знает, что им занимаются. Ему после этого легче становится. Поэтому он вот все-таки все-таки хочется. Нет, не пошло еще. Уже же облизал весь нейронорм. И все равно вкус, наверное, не тот. Ну все, давай, ушки. Бетхоин. Ушки. Кап-кап-кап. Ушки-ушки. Хочется ж одолеть. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Давай, ко мне, ко мне. Ну и да, он не знает, он забывает, он не знает, куда он пошел, что. Главное, у него есть незаконченный продукт. Поэтому он все равно к нему сейчас подойдет. Ну ладно. Мы идем к тебе. Идем к тебе. М? Глазки, ушки. Давай ко мне, ко мне, ко мне. Бетхоин. Ушки. Ушки, 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 ушки. Глазки, глазки, глазки. Да? Ушки кап-кап-кап. Ушко у нас такое вот раз, поэтому мы спокойно можем его... Сейчас. Оп! Бетховен! 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 Давай, покопаем, покопаем, покопаем ушки. Моя собака хорошая, моя собака. Ушки. Раз, два, три, четыре, пять. Молодчинка! Молодец! И тут. Раз, два, три, четыре, пять. Молодец! Молодец, мальчик мой! Глазки-глазки-глазки. 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 Раз, есть! И тут. И тут. Раз, все! Молодец! Молодец! Можно, можно. Можно, можно. Можно, можно дальше. И теперь мы можем спокойно, спокойно можем заканчивать трапезу. Все. С одним мы управились кусочком. И следующий. Давай. И хочется. Куда? Ты куда? Ты куда пошел? О! А рыжий думает. Что ты ходишь туда-сюда? Ну, что тебе? У нас все-таки же хочется закончить ему. Да? Подходим. Покажи носа своего. Нос. Нос такие у нас. Ну, давай. Ну, скажи, мы все равно закончим. Правильно? Таксы это такие интересные собаки. Очень интересные. Вот он с нами уже 14 с половиной лет. И мы поняли, ну, все то, о чем люди пишут, что это собака, которая требует очень много внимания. Он даже, он даже уже в пожилом сейчас возрасте, и все равно он любит, чтобы все время он был в центре внимания. Всегда он самый главный. Всегда только все должно быть возле него. Все только ему. Все внимание ему. Вот так. Все внимание ему. Ну, сейчас он в основном спит. Он спит. Большую часть времени. Только ложится так уже и все. И храпит. И храпит. Начал храпеть уже. Вот тут это, это у него, его место на первом этаже. Вот. А там на втором этаже, там, Анжела ему сделала кроватку. И он сейчас только в ней и спит. Все, Бетховен. Тихий час. Тихий час. Ну, все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok